приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим с вами внимание народным приметам на 3 июня поговорим о том что можно делать в этот день что нельзя делать в этот день и также поговорим о том что наши предки в этот день говорили об этом дне чтобы этот день пришел удачно и благополучно друзья далее все более подробно в этом видео итак 3 июня церковь отмечает день равна апостольных царя константина и его матери царицы елены в народе этот день известен как оленин день царицу елена называют равноапостольной за ее подвиги перед церковью в частности за то что она возвела христианство статус государственной религии именно на месте обретения иисуса христа царица построила церкви и храмы в этот день святой елене молились о покровительстве посевов и плодородия ведь обычно в этот период заканчивали посев хлебов и начинали сеять позднюю пшеницу овес и лен и чтобы святок константин покровительствовал урожаю обязательным было сегодня посадить огурцы народные приметы и погода сегодня могут о многом нам рассказать так осенью будут часто осадки сильными ветрами если сегодня пойдет дождь а потом начнется гроза к непогоде будут луна вечером в кругу хорошему урожаю на будет много цвета нарябине а к теплым и ясным летним дням кукушка кукует в этот день сегодня запрещалось заплетать волосы в косички или делать сложные прически волосы потом могут быть плохом состоянии сегодня лучше сделать различного рода маски для волос и доверить свои волосы мастеру у которого ни одного года опыт за плечами сегодня можно сделать стрижку глобально или только кончиков а еще и покраску волос не сдерживайте себя время перемен уже настало стоит привести себя в порядок и выглядеть как с иголочки если вы давно хотели привести брови и губы в порядок и не хватало четкости линий и насыщенности тогда запишитесь на татуаж лето только начинается а выглядеть сногсшибательно нужно уже не рекомендуется сегодня ругаться выяснять отношения употреблять нецензурную лексику сплетничать а тем более драться помните что все возвращается бумерангом и не реагируйте на негатив свою сторону старайтесь либо успокоить человека если это возможно либо не реагировать на это очень большая вероятность сделать неправильный выбор или оказаться под влиянием хитрого человека непрактичность часто сопровождают вас сегодня и это может привести вас к ненужным потерям энергии которая потом окажется неинтересной и неприбыльной если это касается какого-то проекта или дела постоянно меняющиеся социальные обстоятельства будут способствовать увеличению ваших обязательств стоит быть осторожными особенно в темный период суток так как сейчас будет большой риск и опасность встретить агрессивного человека замените сегодня мясные продукты на овощи и фрукты организму и желудку нужна разгрузка постоянно кушать жареные продукты тоже вредно для здоровья особенно обратите свое внимание на питание и вашу фигуру возможно необходимо что-то изменить например уменьшите употребление сахара в организм сократите количество алкоголя больше пейте чистой воды фрукты сейчас радуют своим разнообразием поэтому не теряйте возможность и кушайте все часть фруктов можно заморозить и использовать уже в зимний период выпечку или сварить например свежий компот сейчас лучшие дни для чистки пищеварительной системы включая печень и поджелудочную железу любые методы сейчас хороши если только у вас нет серьезных заболеваний плавные физические упражнения на свежем воздухе это основное действие сегодняшнего дня для вашего здоровья вечер очень хорош для отдыха развлечений встреч с друзьями посещение светских мероприятий сегодня очень легко завязываются новые знакомства с интересными людьми вечером будет возможность хорошо отдохнуть пообщаться с людьми которые вам дороги а также развлекаться и веселиться вам хочется гораздо больше чем трудиться и это нормально нужно давать организму отдых и переключаться это подходящее время для семейных мероприятий или приема гостей вы готовы сейчас окружить близких людей заботой но не навязывайте своего мнения они могут ответить тем же у вас будет шанс что-то изменить к лучшему в отношениях с теми кто вам особенно дорог не исключены романтические увлечения на работе и это неудивительно сегодня вы особенно обаятельны и способны понравиться многим людям вами могут заинтересоваться даже те кто прежде не обращал на вас внимание тут лучше конечно не торопить событием потому что тогда отношения принесут вам много приятных сюрпризов этот день хорошо подходит для романтических свиданий вам найдется о чем поговорить и чем заняться не будет недостатка и в ярких впечатлениях отношения с романтическим партнером а также только как вы выражаете свою любовь заставляет вас задуматься и пересмотреть свое поведение но это может сопровождаться волнениями и переживаниями воспоминания прошлых счастливых моментов помогут сейчас вам снизить градус напряжения необходимо уделить время своему здоровью провести необходимые профилактические меры так как ваш успех напрямую связан с вашим иммунитетом и физическим состоянием сейчас очень хорошее время чтобы восстановить вашу внутреннюю энергию душевный баланс снизить физические нагрузки и окружить себя приятными впечатлениями также сегодня благоприятный день для домашних забот приводя в порядок свой дом делая его уютным и красивым вы получаете истинное удовольствие сегодня можно покупать мебель и предметы интерьера ваш тонкий вкус вас не подведет постарайтесь приобрести душевный покой это поможет вам почувствовать себя хозяйкой собственной жизни следите за своим физическим и энергетическим здоровьем сны в эту ночь будут необычными но смогут исполниться через две недели именины сегодня 3 июня отмечают елена касьян кирилл константин михаил федор и ярослав как мы ранее уже сказали 3 июня нельзя заплетать косы мало того что волосы станут тусклыми и ломкими так еще и в них могут запутаться слова сплетниц и завистниц в этот день носите лучше всего распущенные волосы тогда они будут как клен длинные и густые а жизни ваша не навредит ни одно едкое слово незамужним представительницам слава бог пола запрещается сидеть дома после захода солнца есть даже обряд когда девушки собирались у дорог и ждали когда из дома выйдет неженатый парень считалось что именно и он станет женихом одной из девушек ни в коем случае не выбрасывайте скорлупу сегодня от съеденного яйца измельчите ее и рассыпьте в углах дома тогда вашем доме целый год будут царить мир и порядок не надевайте в этот день 3 июня вещи темных цветов это может привести к неудачам в личной жизни к ссорам и конфликтам с вашей второй половинкой и вы знаете по народным приметам если надеть одежду белого цвета именно 3 июня то можно помириться или уладить конфликт даже очень серьезный и длительный также сегодня не поднимайте украшения найденный на земле на них может быть наложена порча нельзя вытирать пыль особенно сегодня с ламп осветительных приборов иначе предстоит неприятный период и черная полоса также обращаем ваше внимание что если вы в этот день до тронетесь до какой-либо бижутерии то может порча перейти на человека и начнутся проблемы в рабболь и проблемы в работе в личной жизни и болезни а вот девушкам на выданье и женщинам которые хотят выйти замуж после захода солнца нельзя сидеть дома нужно хотя бы короткое время выйти на улицу по народным приметам это поможет скорее найти суженого и создать семью рожденные в недостаточно упорные люди обладают стремлением и волевым характером они способны достигать вершин даже в самых непростых делах например профессиональном спорте бизнесе творчество и в других высококонкурентных средах друзья ну а далее у нас с вами лунный календарь на 3 июня 2022 года по лунному календарю нас с вами ожидает 4 и 5 лунные дни растущая луна в знаке зодиака рак с наступлением этого дня многие по непонятным причинам для себя теряют покой сон и аппетит внешне ничего не происходит но внутри человека нарастает тревога это связано с двойственностью этого дня луна заставляет человека делать серьезный выбор между светлым добром и темным злом и во первых этот день многим людям приходится принимать очень серьезные порой даже судьбоносные решения которые требуют ответственности причем многие решения будут представлять собой мучительный выбор между совестью и личной выгодой немногие будут способны в этот день пойти дорогой правды и справедливости во вторых памяти человека оживает прошлое но это не светлое прошлое с приятными воспоминаниями а все те поступки которые были совершены неправильно или те которые неприятным пятом пятном лежат на совести они вновь будут терзать человека и не будут давать ему покоя сегодня идеальный день для ведения повседневных дел проведите его спокойно не спеша занимайтесь текущими делами работайте сегодня с информацией приведите в порядок бумаги включайте мудрость и осторожность не принимайте скоропалительных решений всеми силами избегайте встречи со злом день эффективен для поиска пропавших вещей и людей хороший сегодня день для торговли плохой для путешествий любая деятельность должна быть обязательно продумана в этот день что же касательно стрижки волос друзья то вот то стрижку лучше не делать иначе она нарушит задуманные деловые и личные планы никакие манипуляции с прической не принесут вам удовлетворения стрижки будут неудачными а ламинирование может испортить волосы и даже проредить их даже от оздоровительных мазок вы не добьетесь должного эффекта и только потратите свое время откажитесь от похода в парикмахерскую особенно от импульсивных действий по изменению внешности пренебрегая данными рекомендациями вы рискуете испортить себе настроение на целый день и что еще хуже подвергнуть опасности свое психологическое и физическое здоровье окраска натуральными красителями сегодня укрепит карьеру и материальную базу а приток новых сил прибавит вам простая повседневная прическа энергетический обмен прибавляет скорость и вы сами похожи на мощный передатчик идей в окружающее пространство расчесанные утром волосы сваляйте в шарик затем сожгите его на свечке белого цвета проговаривая следующее что упало то ушло позабылась на новое сменилось пепел разотрите между пальцев левой руки и три раза плюнте через левое плечо сегодня противопоказания разногрупповая работа присутствующая негативная энергия может привести конфликту и столкновению поэтому проявите заботливое отношение и природе не рекомендуется сегодня рвать цветы и рубить деревья друзья вот такой но с вами день 3 июня с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии также друзья обязательно подписывайтесь наш телеграм-канал ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео но друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне нравится больше и смотрите друзья там много полезной важной нужной и интересной для вас информации